МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юбилейный год для гродненских пограничников. Старомодный вальс в пышках, награда учителям и шахматная борьба за экологию. Здравствуйте! Вы смотрите события недели на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрть. О патриотическом воспитании подрастающего поколения шла речь на заседании Гродненского горосполкома. Как было отмечено, приоритетными направлениями в деятельности городского комитета БРСМ также остается здоровый образ жизни, волонтерское движение, экологическое воспитание ребят, работа с подростками группы РИСКО и молодежными отрядами охраны правопорядка, а также реализация республиканского проекта «100 идей для Беларуси». К слову, за отчетный период объединениям было организовано и проведено 615 мероприятий, в которых приняли участие 18 тысяч юношей и девушек. К 70-летию Победы планируем собрать материалы для создания мультимедийной презентации каталога по музеям, музейным комнатам, музейным экспозициям, размещенных в учреждениях образования и организациях города Гродно. Создать волонтерский отряд, группу для совместной работы с местными органами исполнительной и распорядительной власти, поисковой работе по увековеченной памяти погибших воинов во время Великой Отечественной войны. По словам первого секретаря Гродненского областного комитета БРСМ Александра Ковша, одной из главных задач для организации является и трудоустройство молодежи. Мы тоже свою планируем работу и хотели бы, чтобы чем больше молодежи трудоустроилось в студенческих отрядах различного профиля. Так вот, городскому комитету предстоит выполнить план в 2700 трудоустроенных молодых людей. И хочу сказать, что уже сегодняшние прогнозы и цифры, скажем, дают нам надежду на то, что этот план будет выполнен. 70-летний юбилей отметила Гродненская пограничная группа. В августе 1944 года гродненские пограничники впервые вышли на охрану государственных рубежей Советского Союза. Через два месяца, 3 октября, отряду было вручено боевое красное знамя. Празднование знаковой даты не обошлось без подарков. Вчера в погрангруппе была торжественно открыта новая казарма для солдат. В мероприятии приняли участие председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Леонид Мальцев и губернатор Гродненской области Владимир Кравцов. Гродненской пограничной группе сегодня исполнилось 70 лет. При нем они на страже границ нашей Родины стоят более полутора тысяч воинов в зеленых фуражках. Они охраняют участок границы с Польшей и Литвой на протяженности 270 километров. Уже в этом году пограничниками задержано 66 нарушителей государственной границы, изъято товарно-материальных ценностей на сумму около 11,5 миллиардов рублей. К 70-летию Гродненской пограничной группы приурочено важное мероприятие – открытие казармы нового типа. Ее строительство с нуля началось в 2012 году. В силу различных обстоятельств долгие годы личный состав размещался в старой казарме, построенной более 100 лет тому назад. Эти неудобства накладывали серьезный отпечаток на процесс жизнедеятельности пограничной группы. Руководство государственного пограничного комитета и Гродненского областполкома не остались в стороне от решения этой проблемы. При непосредственном участии Гродненского областполкома разрешилась главная сторона вопроса. Из бюджета области началось финансирование. На торжественной церемонии председатель Гродненского областполкома Владимир Кравцов был награжден памятным знаком. По христианской традиции архиепископ Гродненский Волковыйский Артемий провел обряд освящения казармы, благословил пограничников и подарил им от Гродненской епархии августовскую икону Божьей Матери. Затем почетные гости перерезали красную ленточку. В новом здании в воздухе еще витает запах краски, но строительной пыли нет и в помине. Трехэтажное здание, рассчитанное на 200 мест, полностью готово к новоселью. Здесь целый комплекс. Это и клуб, это и комфортабельный спортивный зал, это и библиотека, комнаты отдыха, классы подготовки, складские помещения, ну и, конечно же, непосредственно казарма на 200 военнослужащих. Но военнослужащие размещаются в кубриках блочного типа по 6 человек. Для каждого кубрика отдельный туалет и душ. За 70 лет десятки тысяч новобранцев, впервые примерив зеленую фуражку, остаются верные службе на границе долгие годы. Школу закалки, жизненного и служебного опыта здесь, на Гроднищине, обеспечила пограничная группа и 17 офицерам, вышедших из ее рядов в генералы. В Гроднинском обдрамтеатре лучшим военнослужащим торжественной обстановке были вручены медали и грамоты за образцовое выполнение долга по защите и охране государственной границы. Алла Нучко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Как юридически грамотно заключить брак с иностранцем? В каком месте можно провести выездную регистрацию? И в чем различие между росписью и торжественным мероприятием в ЗАГСе? Сотрудники домов гражданских обрядов со всей республики обсудили актуальные вопросы своей работы. Как специалисты советуют готовиться к свадьбе, узнавала Юлия Косила. Свадьба – одно из самых торжественных мероприятий. И здесь уже чего только не придумают молодые, чтобы сделать этот день незабываемым, а главное – не таким, как у всех. Но если со стороны молодоженов это праздник, то для работников ЗАГСа очень ответственное мероприятие. Чтобы обсудить актуальные вопросы и проблемы регистрации браков, со всей страны в Гродно приехали работники ЗАГСов на республиканский семинар. Статистика, обмен мнениями и анализ недочетов – все это вошло в повестку дня мероприятия. Актуальные вопросы – это вопросы, связанные с внесением информации в регистр населения. Вопросы, связанные с обеспечением бесперебойной регистрации записи актов гражданского состояния. Потому что у нас порядка 350-370 тысяч записей актов гражданского состояния совершается ежегодно. Это очень большая цифра. Выдача документов, справок, иных материалов органами ЗАГС – порядка миллиона документов выдается органами ЗАГС ежегодно. Популярным в последнее время стало проведение выездной регистрации браков. В Гродно расписываются в новом замке, кукольном театре, а некоторые заключают брак в совершенно неожиданных местах, например, в Ледовом дворце. Тут полет фантазии у молодых неисчерпаем. Однако у работников ЗАГСа в связи с этим появляется дополнительная нагрузка. Поэтому на семинаре обсудили вопрос возможного разделения административной процедуры по регистрации брака и самого торжественного мероприятия. Также было решено расширить список исторических мест для проведения росписи. Граждане заинтересованы в развитии оказания дополнительных услуг, например, выездная регистрация брака, регистрация брака в торжественной обстановке. У нас порядка 60 и более процентов браков, регистрирующихся в Республике Беларусь – это браки, регистрированные в торжественной обстановке. ЗАГСа создает все возможности для того, чтобы браки были зарегистрированы в торжественной обстановке. Одновременно ведется работа по последующим мероприятиям, направленным на сохранение и укрепление семей. Прожить бок о бок много лет и устроить по этому поводу праздник – это вполне осуществимое желание. Проведение юбилейных свадеб уже набирает популярность, поэтому на семинаре также обсудили специфику таких торжеств. Актуальным стал вопрос и заключение брака с иностранцами. Однако здесь систему придется дорабатывать, ведь в последнее время таких пар стало больше. Юлия Косила, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. На этой неделе отмечался Международный день пожилых людей. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 24 года назад. Он призван обратить внимание общественности на проблемы пожилого населения. И традиционно в этот день устраиваются благотворительные мероприятия, проводятся акции и концерты. В Гродно в лесопарковой зоне Пышки пожилые люди были приглашены на веселый праздник. Репортаж Натальи Иванченко. 1 октября по традиции отмечается Международный день пожилых людей. Праздничные мероприятия по этому поводу прошли и в Гродно. Основное торжество с песнями, танцами, конкурсами и подарками развернулось в Ленинском районе города, в лесном массиве Пышки. Потому что люди в возрасте пожилом хотят общения, самое главное. Не столько, сколько материально им помочь, а именно пообщаться, встретиться со своими сверстниками, вспомнить молодость. В этом и заключается наша роль как совета – собрать их всех и предоставить им удовольствие. Череда мероприятий для пожилых людей началась еще неделю назад, с 24 сентября, в рамках 4-й областной декады «Золотая осень». И в нынешнюю солнечную среду в Пышки устремились сотни грудниц в Камуза. Кто-то пришел на других посмотреть, а кто-то себя показать. Бабушки и дедушки на танцплощадке возвращались в свою молодость. И, глядя на них, сложно себе представить унывающих и малоактивных людей. По крайней мере, на праздник жизни такие не попали. Каждый день в лесу. Приглашаем вас, приглашаем всех. Приходите. В Пышках очень в любое время года, в любое время дня, суток, как бы сказать. Здесь посещаемость постоянная. Вот так. А знаете, пенсионеру особенно. Ну, почему? Ходим вот в театре, концерты проходят. Для людей, которые разменяли уже не один десяток лет, очень важно быть нужными, быть услышанными. Поэтому такие яркие мероприятия для них очень важны. Мы, ветераны, считаем, что таких мероприятий надо быть больше. Почему? Потому что мы уже редко встречаемся друг с другом. А на таких праздниках мы встречаемся, делимся своими мечтами, чаяниями. В Международный день пожилых людей в городе были организованы мобильные пункты измерения артериального давления. В Грандичах такой действовал на базе социального центра. За день узнать показатели своего здоровья пришли более 30 человек. Конечно, в таком возрасте уже не обходится без таблеток, но бабушки и дедушки не унывают и находят себе занятия по душе. Кто-то работает в огороде, а кто-то поет частушки. Нам остается только позавидовать их энергии, задору и любви к жизни. Говорят, что я старуха, что-то мне не верится. Ну какая же я старуха, все во мне ж верится. А сарик свою старуху променял на молодуху. Это не дурачество, а борьба за качество. Наталья Иванченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. В День пожилых людей также не забыли и о ветеранах. На более активных участников ветеранских организаций Ленинского района чествовали в Центре творчества детей и молодежи «Спектр». Активистов патриотического воспитания подрастающего поколения поблагодарили не только грамотами и подарками, но и праздничным концертом. Тему продолжит Евгения Филипова. Традиционно 1 октября в Беларуси отмечается День пожилых людей. Хотя, наверное, правильно было бы сказать, что это праздник людей мудрых и опытных. Ежегодно в этот день власти города чествуют представителей старшего поколения, адресуют им самые теплые и искренние пожелания, устраивают концерты. Так, в Центре творчества детей и молодежи «Спектр» собралось полсотни ветеранов, которые занимают активную жизненную позицию в обществе и ежедневно вносят свой вклад в патриотическое воспитание молодежи. В торжественной обстановке всех присутствующих в зале поздравила заместитель главы администрации Ленинского района Наталья Гурина. В честь праздника активистам ветеранского движения Ленинского района вручили почетные грамоты с приятным приложением в конверте. 1 октября – традиционный день пожилых людей. Может быть, мне не совсем нравится термин пожилых. Людей, которые находятся на заслуженном отдыхе, которые всю свою жизнь, все свои силы и энергии отдали на благо нашей Родины, а сейчас имеют возможность пользоваться результатами своего труда. Эти люди обладают такой энергетикой, что многим молодым стоит позавидовать и, конечно, поучиться. В сровые годы войны Валентина Баранова прошла боевой путь от Славянска до Праги. За это время девушке пришлось пережить немало серьезных испытаний. Ей не только посчастливилось выжить, но и невредимой вернуться с войны. Хоть сотни раз, казалось, жизнь висела на волоске. Несмотря на уже немолодой возраст и убеленную с сединами голову, Валентина Петровна и сегодня в строю. Она является председателем ветеранской организации «Прижесе номер пять», активным участником ветеранского хора. Ее величайшему оптимизму – жить и творить можно только позавидовать. Наши городские организации, соцзащиты, организации по социальному обеспечению, мы им очень благодарны за то тепло, которое они предоставляют нам, ветеранам войны, за ту поддержку материальную и моральную, которую нам они оказывают. Всем желаю здоровья, успехов в своих и домашних, и общественных делах нам, ветеранам. И, конечно, мира на земле. Яркие концертные номера, памятные подарки и, конечно же, теплые и искренние слова поздравлений и благодарности в этот день вам, нашей бабушке и дедушке. Глядя на вас, с каждым разом все больше убеждаешься, что настоящий возраст – не тот, что в паспорте, а тот, что в душе. Евгения Филиппова, Юрий Дубовик, новости Гродно+. После 60-ти жизнь только начинается. Это не перестает доказывать пожилые гродницы, которые, несмотря на мудрость лет, сохраняют активную жизненную позицию. Художественные, песненные и танцевальные кружки, занятия в бассейне и курсы компьютерной грамотности. На сегодняшний день около 2000 пенсионеров посещают их в Центре социального обслуживания населения Октябрьского района. В честь Дня пожилых людей активных гродницев поздравляли в Гродненском музыкальном колледже. В музыкальном колледже города Гродно ко Дню пожилых людей открылась выставка. Во все, что здесь представлено, вложен кропотливый труд и многолетний опыт. Цветы и деревья из бисера выглядят утонченно и филигранно. А по этим картинам сразу и не скажешь, что они написаны непрофессиональным мастером. Посетители подолгу любуются экспонатами. Все эти подделки сделаны руками пенсионеров. Творческие задумки много лет им помогают воплотить в жизнь Центр социального обслуживания населения Октябрьского района. Там работают различные кружки, секции, курсы. Самым востребованным оказался курс компьютерной грамоты. Пенсионеры на отлично осваивают интернет и быстро находят в себе соратников, ведь им зачастую не хватает общения. Для нас это очень большое имеет значение, потому что в нашем возрасте обычно мы редко выходим из дома, общаемся редко. А вот я попала в кружок для пенсионеров, и мы делаем разные подделки, изделия, и нам очень приятно, особенно общение. В Гродно пенсионеров уважают, относятся к ним с трепетом. За их активность, творчество сегодня пожилых людей наградили грамотами, дипломами, сувенирами. Администрация Октябрьского района города Гродно организовала для них же и культурно-развлекательную программу. Сегодня в Октябрьском районе мы собрались в этом прекрасном здании, чтобы почествовать, отпраздновать праздник День пожилых людей. В нашем районе мы очень чтим, помним, всегда советуемся, приглашаем людей, которые уже отработали и обладают большим жизненным опытом. Гости праздника смогли насладиться музыкальными выступлениями, виртуозной игрой оркестров. Пожилым людям подарили минуты счастья, а это в их возрасте очень важно. Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Завтра в Беларуси отмечается День учителя. Для каждого представителя профессии, связанной с обучением, этот праздник один из наиболее значимых и торжественных. Преподаватели испокон веков были самыми знающими и уважаемыми людьми. Именно благодаря учителям мы становимся на ноги в жизни, находим себе место и реализуем свои способности. За что и говорим, в преддверии праздника огромное спасибо. Поздравления и подарки от руководства города и области принимали учителя на торжественном вечере в Гродинском областном драматическом театре. Цветы, подарки и искренние слова благодарности. В эти выходные все работники сферы образования отмечают День учителя. Эта профессия была и остается одной из самых уважаемых, почетных и ответственных. Нередко педагогов называют создателями будущего страны. Ведь в каждого из нас они вложили и продолжают вкладывать частичку себя и своих знаний. По случаю предстоящего праздника в Гродинском драмтеатре состоялся торжественный вечер. Как полагается, с песнями, танцами и, конечно же, наградами за труд. День учителя всегда по праву считался народным праздником, потому что абсолютно каждая семья соприкасается с педагогикой. Это и дошкольные учреждения, это общее среднее образование, и высшая школа. И, в общем-то, не просто, что сегодня этот праздник отмечает людей, которые несут самую ответственную ночь в это воспитании, обучение подрастающего поколения. Это будущее нашей страны, это основа нашей страны. Быть учителем – профессия или призвание. Более 10 лет Лилия Волкова посвятила работе с детьми. И сегодня она благодарна судьбе за то, что когда-то та указала ей верную дорогу. В профессию это я пришла с первого класса. Я мечтала быть учителем в начальных классах. Образцом стала для меня моя первая учительница – Ничи Порович Валентина Ивановна. И вот к этому как-то шла-шла. Пед институт, потом школа. Ну и вот сейчас тебя не представляю где-то в другой профессии. День учителя – это не только праздник педагогов. Это день для всех, кто ценит и уважает труд работников образования, наставников подрастающего поколения. Не скупитесь на слова благодарности тем, кто когда-то распахнул перед вами двери в большую жизнь. Евгения Филипова, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. Дарья в нашей программе. Мир без спайса. В Гродницкой средней школе номер 18 прошел молодежный форум, направленный на борьбу с наркотиками. Сходить к врачу, сдать анализы, сделать процедуры и даже поиграть. Можно в новой детской амбулатории в Ольшанке. Педиатры приняли первых пациентов. О легендарном торговом пути из Варяг в Греки решили рассказать организаторы первого судоходного фестиваля. Для этого они совершили водное путешествие на средневековых кораблях. Шахматные фигуры на страже экологии. В центре города прошла необычная акция при участии артистов телепроекта «Знай наших» и экологической компании. Стрит-арт в Гродно. Группа уличных художников из Беларуси активно работает над преображением культурной столицы нашей страны. Скульптуры из дерева, кованые изделия и яркие фотографии под открытым небом. Уникальная арт-площадка в центре города торжественно открылась. Правоохранители, медики и священники объединились против спайса. Количество зарегистрированных случаев употребления наркотиков подростками бьет все рекорды. Смертельно опасное вещество приводит к страшным последствиям. Однако школьники продолжают пробовать губительную для организма смесь. Что это? Недостаток информации или юношеский максимализм? В проблеме пыталась разобраться Алла Внучко. В текущем году в стране зафиксировано около 700 случаев передозировки, порядка 100 из которых связаны с несовершеннолетними. Более чем в 10 случаев употребление спайсов привело к летальному исходу. Все чаще в печальной статистике упоминаются гродницы. Молодежный форум, который состоялся в средней школе номер 18, попытка взрослых обсудить проблему наркомании с подростками. Мы попытаемся найти ответ, как помочь молодому поколению уберечь себя от этого вредоносного вещества, название которого спайс, от этих курительных смесей, потому что очень много есть версий ходит о том, что это вещество легальное, что его можно официально курить. И на сайтах, в интернете об этом кричат рекламы. Но молодежь, поколение еще не сформированное, конечно же попадается на эти лазейки. В зале ученики 9-11 классов. На сцене за круглым столом представители общественности, религии, администрации района. Ребята пытаются по возможности сделать серьезные лица и пробуют честно ответить на вопросы. От кого услышал слово спайс, что заставляет человека употреблять наркотик, интересуются у ребят. Ответы звучат разные. Способ самоутвердиться, круто, модно. Одна из учениц своим ответом заставляет всерьез задуматься собравшихся взрослых. Подросток заявляет, почему не попробовать, когда о нем столько много вокруг говорят. Детский ум не в силах понять, что взрослые звонят в колокола не для того, чтобы распалить интерес к наркотику, а чтобы оградить и предостеречь от непоправимого. В настоящее время у нас зарегистрировано 30 преступлений с участием несовершеннолетних в употреблении вот этих наркотических спайсов. В прошлом году был всего лишь один случай. Поэтому, конечно, молодежная среда, молодежную среду захлестнула вот эта вот волна синтетических наркотиков, которые по своей категории недорогостоящие, там за 150 тысяч можно приобрести, но ущерб и урон организму колоссальный. К молодежному форуму «Мир без спайса» ребята готовились заранее. На протяжении недели в каждом классе шла творческая работа над созданием собственного ролика о вреде наркотиков. Тема, идея, сюжет – все придумывали ребята. Ученики выступили и в роли режиссеров, и в роли актеров, и в роли сценаристов. В ролике участвовал весь класс. Мы пытались показать, что мы за здоровый образ жизни и предотвратить учащихся нашей школы пробовать эти курительные смеси. Инна Аксамид из 9-го Б ответственность за создание ролика взяла на себя. Пока с подругой искала материал, пересмотрела в интернете десятки правдивых видео о наркоманах. Увиденное повергло в шок. Это очень страшно на самом деле, что делать с человеком это все ужасно, жутко. Как человек меняется, из нормального человека становится просто нечто, даже уже не человек. Мероприятия, приуроченные к профилактической акции «Мир без спайса», пройдут во всех школах города. Планируется, что в дальнейшем участниками подобных встреч станут и родители. Алла Внучко, Юрий Дубовик, Новости, Гродно+. К другим темам. Открытие амбулатории в Альшанке стало настоящим подарком для жителей, имеющих детей. Сегодня им уже не приходится ехать на плановый осмотр к педиатру через весь город. Достаточно лишь обратиться в своем микрорайоне по адресу Агинского, 50. С момента открытия амбулатории прошло чуть больше недели, однако свою актуальность она уже оправдала. Альшанка – молодой микрорайон, в котором на сегодняшний день проживает практически полторы тысячи детей раннего возраста. Юлия Козила ознакомилась с условиями приема маленьких пациентов. Альшанка – район молодых семей, поэтому именно здесь необходимость в медицинском учреждении для детей была крайне острой. Однако уже с сегодняшнего дня здесь начала работать долгожданная детская амбулатория, важность открытия которой можно было измерить количеством пациентов в коридорах. И неудивительно, ведь в Альшанке живет 6 тысяч детей, четверть из них – малыши от 1 месяца до 3 лет. Строилась амбулатория быстрыми темпами в течение года, а ее открытие уже позволило уменьшить количество вызовов на дом и разгрузить детскую поликлинику номер 2. В сегодняшний день организован прием врачи-педиатров, работают кабинеты процедурно-прививочный, кабинет здорового ребенка, физиокабинет. Организован забор крови нашим маленьким пациентам с утра с 8 до полдесятого. И в течение дня с 8 до 8 ведется прием. Маленьких пациентов уже по месту проживания непосредственно в микрорайоне Альшан. Чтобы больные дети не заражали здоровых, амбулатория предусмотрительно разделена на два крыла. В одном проводится прием у врачей-педиатров, а в другом расположены процедурные и физиокабинеты. Здесь ребенку могут сделать магнитотерапию, электрофорез, прогревание, а также предусмотрено световое лечение с помощью биоптрона. Также в амбулатории можно сдать анализы и сделать прививки. Здесь работают 18 человек медицинского персонала. И хоть врачи признаются, что нагрузка тут будет большая, родители рады тому, что теперь им не придется ездить в поликлинику на улице Гагарина. Очень удобно. Да, мы живем рядом в доме 34-м, поэтому напрямую вот и пошли. Ну, очень удобно. Два шага буквально и все от моего дома. Удобно тем, что уже ездить не надо так далеко. И у нас как бы небольшая проблема с транспортом, потому что тут только пара автобусов ходит. К слову, это одна из немногих в Беларуси амбулаторий, где все сделано исключительно для детей. Специальные места для отдыха и развлечений, яркие картинки на стенах, которые помогают малышу отвлечься. Ведь каждая мама знает, как зачастую сложно ребенку долго усидеть на месте в ожидании своей очереди. Здесь мы организовали кабинет здорового ребенка, мы работаем на профилактику детских заболеваний и стараемся организовать, в общем-то, правильное отношение и правильную культуру воспитания именно у ребенка от 0 до 18 лет. Здесь мы сделали такой игровой небольшой холл, в котором дети могут по приходу к врачам заняться, как говорится, еще и развивающимся какими-то мероприятиями – порисовать, поиграть. Новая детская амбулатория находится по адресу Агинского, 50 и работает в режиме с 8 утра до 8 вечера по будням, а в субботу дежурный врач принимает маленьких пациентов с 9 до 15 часов. Юлия Косила, Сергей Печериса, Новости Гродно+. Первый судоходный фестиваль «Изваряк в Греки» завершил свое путешествие в Гродно. Необычный проект был задуман энтузиастами, чтобы напомнить современному поколению о достижениях наших предков, а также о легендарном торговом пути «Изваряк в Греки». Фестиваль задуман как ежегодное международное мероприятие. Он будет проходить на разных судоходных артериях времен Средневековья. В этом году в качестве основной магистрали был выбран Неман. Репортаж Артема Новицкого. Берег Немана в эти выходные сплошь был усеян викингами и древними славянами. Всего на один день здесь восторжествовало раннее Средневековье. Все как тысячу лет назад. Походный быт, прогулки на закате у костра, но главное – ратные сражения стенка на стенку. Средневековый бой осмысленный, но беспощадный. И главное здесь – не попасть под горячую руку товарищам. Рутина утомляет. У многих людей работа достаточно однообразная. Жизнь такая скучная. Поэтому у нас во всех есть что-то такое мужское еще сохранилось. Хочется как-то открыть в себе какие-то такие вещи, которых в такой реальной, современной технологичной жизни особо не прочувствуешь, не увидишь в себе. Ну и заставить сам себя уважать в какой-то мере. Когда ты вышел, как ребята, на лодках, прошел там несколько дней, прочувствовал силу в руках, это все-таки заставляет в себе такое мужское начало прочувствовать, увидеть. Его день расписан по часам. После завтрака – взятие славянского городища, потом обед в таверне, а вечером – показательные поединки. В обычной жизни менеджер Александр позволит себе такой почти голливудский сценарий, может, вряд ли, потому-то и участвует в исторических реконструкциях. Главное правило – антураж и костюмы должны соответствовать выбранной эпохе. В первую очередь, конечно же, романтика. Романтика. С другой стороны, узнать нашу историю, как предки все это создавали, как они жили вообще, как они что делали. Ну и просто свободное времяпрепровождение. Любая вещь, которая вот даже, допустим, на мне – это плод, так сказать, работы ученых. Поиграть в историю собралось несколько десятков человек со всей Беларуси. Ключевая особенность фестиваля – средневековое судоходство. Всего за неделю реконструкторы из Беларуси и Украины преодолели без малого 200 километров вниз по течению Немана на уникальных ладьях викингов, полностью воссозданных по музейным чертежам. Все источники брали из датского музея Рускильда, так называемый. Строилось все один в один с оригиналом найденным и находящимся там в музее. Команда гребцов набиралась, опять же, нами самими, поэтому ребята приноровились к веслам и уже, можно сказать, на первый же день гребли отлично. По воде идет идеально, нареканий вообще абсолютно никаких нет. Война – это хорошо, но обед строго по расписанию. Прием пищи тоже стилизован под средние века. Организаторы говорят, что фестиваль – это история, которую можно посмотреть и потрогать. Тем более, что артефакты того времени, увы, не встречаются ни на бумаге, ни на фотографиях. Мы делаем фестиваль раннего средневековья, связанный именно с постройкой ранних средневеков судов, соответственно. Ну, это такая больше даже не фестиваль, а как выставка происходит, то есть живая выставка. Фестиваль знакомит посетителей своих с тремя народами, которые имели отношение к нашей стране. Очень часто встречаются в истории Беларуси, значит, это так называемые балские племена, скандинавские викинги и восточные славяне. Сейчас вот находятся участники именно в костюмах этих народов, то есть все достаточно исторично, все очень серьезно. Что будет дальше с диковинным кораблем викингов, покажет время. В любом случае, на достигнутом авторы такой вот средневековой идеи решили не останавливаться. Ведь Неман – всего лишь часть знаменитого пути из Варяг в Греки. А значит, в следующий раз эта ладья вполне может оказаться и на другой белорусской реке. Артем Новицкий, Новости, Гродно+. Шахматные фигуры вышли на защиту окружающей среды. Яркое и эпатажное шоу в центре города устроили сотрудники экологической компании и участники телепроекта «Знайнаших». С помощью шахматной доски, выполненной из переработанных шин и поющих символических фигур, организаторы хотели привлечь внимание людей к проблеме утилизации использованных шин. Как это было в сюжете Натальи Иванченко. Я плачу за тебя, за то, что ты не знала, как чувство болью стали. Короли и королевы, ладьи, ферзи и другие шахматные фигуры сами между собой разыграли партию в центре Гродно. Притом сделали это изящно и с музыкой. Такой игре позавидовали бы все известные гроссмейстеры. Но не только ради яркого шоу собрались участники – талантливые ребята из музыкального проекта «Знайнаших». Равно как и шахматная тема была выбрана не случайно. Потому что шахматы символизируют собой борьбу, стратегическую борьбу. Она довольно-таки длительная. И не сразу понятно, кто победит. И нужна всегда какой-то момент, чтобы достигнуть шаха и маты, переломный момент. И мы считаем, что вот эта новая технология безотходной переработки шин является таким переломным моментом в этой игре, игре жизни. И если водители Беларуси, Гродно начнут сдавать шины на безотходную переработку и не будут загрязнять природу, тем самым мы положим начало чистому будущему. Живые шахматные фигуры передвигались по 9-метровой шахматной доске, выложенной из резиновых покрытий, отслуживших и переработанных автошин. К слову, утилизацией старых шин компания «Экологическая альтернатива» занимается давно, и нынешняя акция далеко не первая. И направлена на привлечение внимания гродницов к рациональному и бережному отношению к окружающей среде. Не нужно оставлять мусор или не нужно оставлять вторичные материальные ресурсы в лесу, в местах, не санкционированных для размещения каких-то отходов. А нужно их сдавать в переработку. И вот «Экологическая альтернатива» уже почти больше, наверное, шести лет изготавливает вот это резиновое покрытие, которое используется в сельском хозяйстве более чем на 200 хозяйств вообще нашей республики Беларусь. Любой житель нашего города, который в преддверии зимнего автосезона уже решает, куда ему деть старые шины, может сдать их либо на само предприятие «Экологическая альтернатива», либо в пункт приема отработанных шин, открытый по улице Тавлая. К тому же вы не только сделаете доброе дело экологической направленности, но и сможете подзаработать. За старые автошины вам выплатят определенную сумму. А если это начнут делать сотни тысяч людей, тогда вполне возможно, что экологической катастрофе будет поставлен шах и мат. Субтитры создавал DimaTorzok Наталья Иванченко, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Рисовать на домах краской можно вполне легально. Гродно стал пятым городом Беларуси, где проходит стрит-акция «Маст-акт, Маст-арт». Лучшие уличные художники со всей страны украшают неприглядные стены зданий интересными росписями. Великий князь Витовт, официальный герб Гродно – философские этюды. Все это в скором времени станет достоянием нашего города. Кстати, впервые уличные художники замахнулись на десятиэтажное здание. Тему продолжит Евгения Филипова. Гродно пятым принял участие в совершенно новой для нашего города стрит-арт-акции «Маст-акт, Маст-арт», в рамках которой гродненские дворы стали заметно преображаться. С этим направлением уже познакомились в Могилёве, Гомеле, Борисове и Рогачёве. А начиналось всё ещё в 2011 году. Тогда группа уличных художников, занимающихся постграффити, решили развивать уличное искусство более осмысленно. Идею поддержал музей современного искусства. Так как на улицах города постоянно идёт борьба с нелегально и бессмысленно раскрашенными заборами и стенами, возникал вопрос, а где это всё рисовать. И с помощью проекта этот вид искусства удалось легализовать. С разрешения местной власти первые рисунки появились на фасадах жилых пятиэтажек в Могилёве. Условия были такие, что город нам предоставляет двор, там две пятиэтажки и двор, две автовышки. Краска была оплачена спонсором, а уличные художники рисуют именно свои идеи, сюжеты, то есть не под какую-то тематику. После этого проект получил огласку по другим городам Беларуси. И сейчас уличные художники активно работают над преображением культурной столицы нашей страны. В Гродно то и дело появляются новые яркие рисунки с глубоким смыслом. Так здание по улице Держинского украсил портрет Витовта. И теперь каждый раз, проходя мимо, гродницы смогут видеть статное изображение великого князя Литовского, которое будет напоминать им об историческом прошлом областного центра. В этом проекте я уже неоднократно принимаю часть. Уже были работы в Барановичах, в Рогачеве. Следующий был Гродно. Ну, я делаю просто историческую тематику, она мне интересна. И хочется, чтобы как-то люди тоже как-то больше знали свою историю, что хочется донести. Ну и почему Витов? Ну, потому что, как бы, имеет непосредственное отношение к Гродной, чтобы как-то это связать с городом, чтобы это было не просто так. Совсем скоро философским рисунком будет украшена стена жилого дома по улице Белая Росса-3. Художник из Пинска представит на суд жителей десятиэтажки одну из своих любимых работ. Изображение человека, отрывающегося от земли с воздушным змеем. Как интерпретировать этот рисунок, гродницы решат сами. Ну, а пока творчество Евгения Сосюры явно находит поддержку у местных жителей, которые то и дело угощают его горячим кофе и вкусным печеньем. Принимаю участие в этих акциях с прошлого года. Здесь будет изображена моя картина. Я ее изначально рисовал на холсте, давно, года три назад. Сейчас решил в более масштабном варианте воспроизвести. По словам Олега Ларичева, в Гродно проект носит более серьезный характер, чем, например, в Гомеле или Рогачеве. И тесно перекликается с историей областного центра. Расходы на краску и проживание художников на себя полностью взяли спонсоры. В их числе несколько гродненских компаний, который не безразличен облик города и настроение горожан. Чем еще порадуют нас мастера уличного искусства, организаторы держат в строгом секрете. Но если судить по тем работам, которые нам удалось увидеть, то после окончания акции гостям и жителям города будет на что посмотреть. Евгения Филипова, Юрий Дубовик, Новости, Гродно+. Кованный рояль и тираннозавр – фото впечатления из разных стран мира. А на стенах – мотивы старого города. В историческом центре открылась арт-площадка. Предпочтение на ней отдано гродненскому современному искусству. Художники и скульпторы, мастера и музыканты. Всех объединила идея продвижения творчества в массы. Юрия Косил оценила культурный проект. Уголок, насыщенный необычными произведениями искусства, горожане могли видеть уже с начала сентября около торгового комплекса в центре города. Однако, что это за выставка, понятно не было. Арт-площадка постепенно наполнялась работами гродненских мастеров, но только сейчас прошло ее официальное открытие. Сделать популярным современное искусство стало основной идеей организаторов выставки. Формат работ здесь разнообразен – от фотографий до впечатляющих кованых изделий. Гроднищина очень богата на талантливых людей. К сожалению, не все об этом знают. И, к сожалению, наши художники, ремесленники, они работают в своих мастерских, и нет у них возможности пропагандировать свое творчество. Мы же такую возможность им предоставили. Все это на безвозмездной, бесплатной основе. Эти объекты, которые вы увидите здесь и которые вы будете наблюдать, поскольку выставка, она будет постоянно обновляться. Это первая выставка-продажа под открытым небом, которая будет функционировать круглый год. Организаторы приглашают всех мастеров и художников поделиться своим творчеством. К тому же это взаимовыгодно. Место для выставки предоставляется бесплатно. А гродницы, в свою очередь, могут купить любую понравившуюся работу или заказать у автора что-нибудь особенное. Оригинальным оформлением артплощадки стала роспись стен на мотивы старого города. В принципе, так как наш город такой красивый, старинный и очень интересный в плане художественной части, я думаю, туристам вообще интересно посетить. Я сделала такую роспись, не сказать, что с натуры писанную, но какое-то такое свое художественное представление, свое впечатление о своем городе, как я примерно его представляю в своих фантазиях. Чтобы не просто какие-то узнаваемые улочки, а был какой-то интересный свой сюжет. Тираннозавр и кованый рояль – все это органично сочетается на артплощадке. Организаторы выставки открыты для любых идей и надеются в будущем проводить здесь концерты и творческие встречи. Но главное, что теперь приобщиться к гродненскому современному искусству можно в любое время в самом сердце города. Юлия Косила, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Наш город продолжает преображаться на глазах. Головокружительные рисунки на фасадах зданий и изысканные арт-шедевры наполняют гроднокраской, творчеством и романтикой. Однако не стоит забывать, что культурную столицу Беларуси делают прежде всего ее культурные жители. Пусть не только мир вокруг будет прекрасным, но и красота согревает каждого изнутри. Посмотрели события недели на телеканале Гродно+. Приятных выходных, удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok